На территории Буланашского подразделения Урала-Сибирской промышленной компании, так теперь называется бывший БМЗ, прошло заседание Совета директоров. Руководители крупных предприятий района собрались для обсуждения решения общих вопросов. В качестве подсчетного гостя на Совете директоров присутствовал зам губернатора области Алексей Шмыков. Ему было интересно, как идут дела в нашем городском округе. Одной из первых проблем, которую обсуждали на Совете, стала хоть и не самая приятная, но точно одна из самых актуальных – пожары. На сегодняшний день на территории Артемовского городского округа у нас произошло 284 пожара. За аналогичный период прошлого года у нас произошло 189 пожаров. Рост у нас большой, порядка 80%. С чем связано это? Значит, связано это, во-первых, с жарой, которая уже стоит третий месяц. Ну и, соответственно, этим у нас и осложнено. Значит, из этих всех пожаров мусора у нас 180, загораний травы 23 и лесных пожаров 20. По погибшим, значит, у нас на территории Артемовского городского округа в этом году погибло 3 человека на пожарах, в прошлом году 4. По травмам в этом году у нас 3 травмы, в прошлом году одна травма. Речь зашла о безопасности самых важных жителей АГО – детей. На данный момент в системе образования Артемовского городского округа 44 образовательных организации, 18 школ, 22 детских сада и 4 организации дополнительного образования. Все организации готовы к новому учебному году. Во многих были проведены ремонтные работы и установлена надежная охранная система. Сумма вышла приличная – 27 миллионов рублей. Но на таких вещах экономить нельзя. Проведены мероприятия по программе производственного контроля и проведены большие ремонтные работы. Это внутренних сетей освещения, учебных кабинетов по точке роста у нас открываются, две точки роста в этом году. Это система отопления в школе была отремонтирована, 6-й капитальный ремонт, кровля в 4-й школе во 2-м детском саду, пищеблок в Сосново-Бурской школе, матри, это сделан капитальный ремонт. И пожарная сигнализация была проведена в ряде учреждений. В связи с тем, что срок эксплуатации 10 лет, мы планово начали проводить ремонт пожарной сигнализации. И, конечно, всем нам это известно, это завершен капитальный ремонт здания школы номер 14, поселок Красногвардейский. 1 сентября мы разрезаем красную ленточку, и дети начинают свой образовательный процесс в этом здании. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день у нас 100% образовательных организаций установлена система контроля доступа, также 100% оборудована система видеонаблюдения. К 1 сентября у нас будут все школы уже переведены под охрану частных предприятий Брис и Пересвет. Значит, все школы будут оборудованы металлорамками, и практически 31% уже на сегодняшний день детских садов оборудованы ручными металлоискателями. И тоже мы до конца этого года оборудуем полностью металлоискателями. Затем хотелось бы отметить, что в этом году у нас предусмотрено на проведение капитальных ремонтов и другие мероприятия 28 миллионов 500 тысяч рублей, и на сегодняшний день освоено 27 миллионов. Не освоен 1 миллион, так как работы были выполнены не так давно, и идет проплата. Выяснилось, что всех собравшихся за столом Совета директоров объединяет одна общая проблема – нехватка кадров, как среди учителей, так и среди простых рабочих и уборщиков. Несмотря на то, что все предприятия планируют расти, развиваться, процветать и платить своим работникам все более высокие зарплаты, в районе складывается интересная ситуация. Жители Артемовского городского округа ищут работу, а заводы – работников. Только вот все никак не встретятся. В проекте план строительства еще одного цеха на площадке. То есть это порядка где-то около 100 рабочих мест еще будет. В этом году мы заключили большой контракт с «Восток Оилом» – это на 30 буровых. В этом году, то есть с декабря месяца по август месяц у нас план был 7 буровых, мы его выполнили. Сейчас у нас идет отгрузка. Также с августа по август следующего года у нас в планах еще 10 буровых. Ну, в принципе, все. И еще к этому мы закупаем новое оборудование. То есть это расточные, карусельные, станочный парк. То есть мы… А? С Питера? Да, с Питера, да. То есть мы еще расширяем станочный парк, потому что, ну, так сказать, мощностей для того плана, который мы заявили, немножко не хватает. Поэтому пришлось развивать его. Ну, по проблемам у нас это кадры, так сказать. То есть вот сейчас, так сказать, станочный парк увеличиваем, а кадров не хватает. Вот это единственная наша на сегодняшний день проблема. Проблема также заключается и в постоянной утечке кадров. Одни и те же работники ходят по кругу по всем городским предприятиям, а новых просто нет. Пытаемся, значит, и привлечь с институтов, выпускников, сами учим, ну и направляем на учебу ежегодно. От нас идут учиться по профильному образованию человек пять. Поэтому эту работу мы ведем. Ну, с городом поддерживаем тесное взаимодействие. Так как железная дорога идет у нас по центру города, есть и вопросы, но мы их решаем как бы с обоюдных сторон. Поэтому больших вопросов нет. Одно из возможных решений проблем – привлечение молодых специалистов на целевое обучение. Работодатель заключает договор с будущим студентом и оплачивает его обучение. А взамен студент, ставший специалистом, обязан вернуться на предприятие, откуда был командирован на учебу. В нашем округе реализуем меры по поддержке молодых специалистов и привлечению. Это у нас уже на протяжении, ну, с 17-го года сдаем целевые направления в педагогические, значит, университеты и техникумы. И, значит, на сегодняшний третий год уже реализуется такая программа поддержка муниципалитетам тех обучающихся, которые поступили по целевому направлению. А в муниципалитете ежегодно им плачивается 25 тысяч рублей как бы стипендии от муниципалитета. И на сегодняшний день за три года у нас уже 12 педагогов поступили в университет. И вот они будут такую поддержку, значит, у нас получат. Хотелось бы также отметить, что с 17-го года, который был прием, три человека окончили в этом году. Один учитель английского языка вернулся в 14-ю школу. Два человека в третью и в девятую не вернулись, так как они решили продолжить обучение по программе магистратуры. Затем мы делали заявку в Демидовский колледж, который у нас на территории работает, филиал Демидовского колледжа. И второй год уже идет набор обучающихся по программе начальное образование. В том году 25 человек поступило и обучается одна группа. В этом году еще набрали 25 человек на очное отделение. И одна группа заочного отделения 10 человек. Поэтому через пять лет, я думаю, мы получим, значит, тоже дополнительно педагогов в наши школы. Затем у нас есть центр дополнительного образования «Фаворит», где, значит, мы, идет программа совместная по реализации дополнительного образования школы будущего педагога. Хотелось бы отметить, что благодаря вот этой программе на протяжении нескольких лет в этом году четыре обучающихся поступили по направлению педагогики в колледже и у РГПУ именно после этих вот предпрофильной подготовки. Также хотелось бы отметить, что мы с 2020 года участвуем в программе «Земский учитель». Значит, у нас в том году пришел «Земский учитель» в одну школу, выиграл конкурс, третий школ учитель русского языка и литературы. В этом году нам повезло больше. К нам пришло пять педагогов. Два учителя начальных классов, биография, химия, биология. Вот, таким вот образом. Таким образом, в принципе, мы делаем, я считаю, что, может быть, не очень достаточную, но и большую работу, чтобы кадры на территорию молодые приходили и они закреплялись. Потому что каждый договор, он не только финансово подкрепляется, но и люди обязаны пять лет отработать после получения вот этой поддержки. Продолжение следует...